Мы хотим прочесть. У нас каждый год самые учителя выбирают между учителями самого не лучшего учителя, а самого почетного учителя в этом году, который мы считаем, что он отдал все для школы, что много лет уже преподает. И это делается секретное голосование, так что никто не знает, кто получит. Но вот, тетя Таня, вы объявляете. Учетный учитель 2018 года. Клардия Леонидовна Вячеславовна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Быстрее расскажу, но я уже так много говорила. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Единственный класс в этом году был, и до этого были прекрасные классы. Я уже, наверное, 12-13 лет преподаю. Но в этом году мы подготовились к «Корговорке». Замечательный класс. Просто с ними так приятно работать. Ну, я люблю и школу. Это тоже, конечно, очень. Хорошо, ладно. Я благодарю. Спасибо вам огромное. Благодарная грамота. Дорогим, это два человека. От имени Приходской школы Святого Сергея Радонского в Придоросовском фонде выражаем вам свою признательность и искреннюю благодарность за вклад и поддержку нашего общего дела. Благодаря вашей инициативе и работе дети и родители и учителя получили столь необходимую поддержку для проведения нашей годовой программы. Да возградит вас Господь за вашу жертвенность, щедрость и доброту. Прошу выйти на сцену Артура Алексеевича Микотова-Хора и Павла Бориса Алексеевича Алексеевича. Я, как понимаю, основная, основной в английском эта кампании называется, основная неприятность для большинства наших детей, которые очень рано приезжают в школу. Поэтому я предлагаю на следующий год отменить первый урок и добавить шестой. Спасибо вам большое. В этом году сейчас мы будем выдавать медаль за русскость. Опять-таки это голосование. Все учителя, которые преподавали за все эти годы, они, как бы, высказался насчет кандидатов. И самое то, что меня лично трогает, это родиться русским слишком мало, им нужно быть, им нужно стать. Это медаль не за академические успехи, а это медаль за то, что мы чувствуем, что эта персона, этот человек, он тянется к русскому, он хочет быть русским, он православный, он ходит в церковь. Он всегда в хорошем настроении. Он всегда занимается и помогает. И, конечно, в многом это, конечно, заслуга родителей. Так что в этом году, так как у нас заканчивает, и те дети, которые перешли, проскочили один класс или сдали класс и попали в 12 класс, мы выдадим две медали за русскость. То есть она будет переходная в следующем году. Но в этом году и в следующем году получат два разных ученика. Значит, медаль за русскость в этом году, в 2018 году, идет... Елизавете Шевельчинке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это медаль трехсотлетий Дома Романовых. Это очень важная медаль на Георгском кресте, на Георгском кресте, извините. На Георгском кресте, это медаль, которая из России. И для нас это значит многое. Как раз из-за ту Россию, которую мы считаем чистой, хорошей, и которой мы все стремимся, вот как раз эта медаль, это символ этого. Так что тебя поздравляю. Медаль за 2019 год, которая сделала огромные успехи, идет Елене Мопешской. За Елену Капецкую получает мама. Я, Ира, тебя поздравляю. У тебя замечательная дочка. Она во всем отличница. Она перескочила в класс и закончила первой. Она всегда в церкви читает. Она всюду выступает. Она даже танцует и получает первые призы. Так что, конечно, это заслуга твоя и твоего супруга. Я вас поздравляю. И передай большое длине привет и поцелуй по скайпу. Она пишет и волнуется, как тут все происходит без нее. Очень любит тебя, да, да. Но все же продолжает там походы ходить. Осталось всего три дня. Я научиться жалею, что она не приехала. И благодарю действительно всех, кто помогает в русской школе, что участвует. Всех вас. И я тоже всем благодарю. И всего самого доброго желания. Спасибо. А сейчас выйдут на сцену наш молодой кор, самый младший, под руководством тетей Елины, и споют нам «Где жил Иванушка». Спасибо.